Всем привет, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на своем канале. Сегодня время подводить итоги, а именно рассказывать вам о моих фаворитах за всю осень. И, конечно же, здесь будет декоративная косметика, уход, средства для волос и не только. Я надеюсь, что вы ждали этого видео, потому что, мне кажется, они такие самые, вот прям смак вот собирается в них. То есть я рассказываю реально о том, во что я, так сказать, влюбилась в определенный период и пользовалась напряжением многого времени. Поэтому я думаю, что это видео будет многим интересно и полезно, поэтому не переключайтесь и продолжайте смотреть. А также, мои дорогие, если вы хотите быть в курсе самыми первыми о выходе моих новых видео, не забывайте нажать на колокольчик. Ну что ж, давайте начинать. И начнем мы со средства, которое прямо перед моей рукой. И оно у нас для волос. Это кондиционер «Быстрая маска», я бы так это назвала, от Керастаз, серия Эликсир Утимейт. И это действительно кондиционер для нормальных волос, который подходит для ежедневного применения. Как вы знаете, я достаточно давно пользуюсь шампунем Керастаз. У меня были также маски Керастаз, но у меня ни разу не было кондиционера. И тут я решила его попробовать. Вы знаете, мне очень понравилось. Консистенция у этого продукта достаточно жидкая, и когда наносишь его на влажные волосы, такое ощущение, что ты ничего не наносишь. И кажется, ну вот, сейчас смою, а результата не будет. Лучше бы маску нанесла. Думала я так, первые несколько применений. Но действительно его нужно подержать 3-4 минуты, смываете, и когда сушите волосы, понимаете реальный результат. Для меня, если честно, я даже не особо вижу разницу между маской и вот этим кондиционером, когда я держу маску 5 минут или я держу 3 минуты кондиционер, эффект один и тот же, по крайней мере для меня. Поэтому я взяла его на вооружение, и теперь понимаю, что буду пользоваться ему дальше. Буду покупать его еще раз. Возможно, попробую немножко другую серию, но мне сам формат именно у бренда Керастаз такого кондиционера очень понравился. Далее продолжим очищением. И я для себя открыла пенку Биаре. Честно, я про них очень много слышала, но никогда не пользовалась, потому что мне казалось, что у меня и так много всего очищающего, еще и это. Нет, наверное, мне не надо. Так получилось, что мне удалось попробовать, я влюбилась. Я уже, наверное, месяц каждый день умываюсь именно Биаре. И нет ощущения стяну, ощущения комфорта, все как-то очень мягко, при этом максимально очищено. Я знаю, что очень много, на самом деле, фанатов у этого средства. Так вот, я теперь тоже могу смело вам его рекомендовать. У него прикольный дозатор, и его удобно использовать. Поэтому, если вы ищите что-то такое, знаете, для сухой кожи, мягкое, щадящее, то вот как раз-таки Биаре, мне кажется, именно по этой части. Следующее средство — это будет дезодорант. Немножко непривычно, но да, это дезодорант у бренда Виши, и он стал для меня просто открытием. Не знаю, по-моему, летних видео в фаворитах я его не показывала. Но вот, наверное, с конца августа я им постоянно пользуюсь. И когда была в отпуске в Италии, увидела, что там они как-то по более приятной цене, я купила сразу их там несколько. И вот этот дезодорант, который реально работает, от него нет никакой отдушки, он максимально комфортный, он очень приятный, он не сушит. В общем, любовь, и если вы тоже в поиске, то обратите внимание на Виши. Следующее средство, которое я вам хочу показать, это то, что отвечает за эффект загарного в лице. Это вот такой концентрат загара от бренда James Rent, называется это Gradual Tan H2O Tan Drops Face. В общем, капли для лица, которые вы добавляете в крем, в сыворотку, распределяете. Нужно, кстати, примерно 3-4 капли максимум распределяете, наносите. Я также опускаю всегда продукт на шею, на зону декольте, очень тщательно растушевываю, жду. Вот прям, знаете, полного впитывания. Потом иду в мою руки, обязательно, иначе будут у вас такие же коричневые пятна, но на руках. На утром вы свежа, прекрасно, с эффектом загара, очень красиво. Я без концентратов загара жить не могу. До этого пользовалась Clorance, попробовала эти, мне тоже очень понравились, поэтому вот либо-либо смело могу идти и рекомендовать. Следующий продукт будет от бренда My Clorance, это линейка для молодой кожи. Я влюбилась в их вот этот вот Refresh Beauty Hydrating Mist, вот так он называется. У него невероятно удобный распылитель, он очень мелко дисперсно распределяет продукты, и это большой плюс, потому что, как правило, вот у таких распылителей у мистов страдает либо упаковка, либо что-то еще, либо он слишком крупными кавлями стреляет, а здесь все идеально, и аромат, и эффект. И вы знаете, здесь составили кокосовая вода, здесь составили алоэ вера, что успокаивает кожу. Я это использую, например, глиняная маска. С помощью этого средства я увлажняю ее, а также после того, как я смываю, я увлажняю свое лицо и успокаиваю его, так сказать, при помощи, именно первым этапом вот этого миста. Перед макияжем. После макияжа, когда вы наносите много сухих текстур, видите эффект вот этого, знаете, легкого напыления. Хотите сделать немножко более свежий вид, наносите сверху, все подсаживаете, становится менее заметным. Поэтому для меня это тоже стал мастхэв, и прям каждый день со мной на моем уходовом столике стоит и меня ждет. Ой, нос зачесался. Далее, также от бренда Clorance открытием стала для меня вот такая вот сыворотка знаменитая, Double Serum. Если не ошибает память, то она продается в мире, по-моему, каждые 8 секунд кто-то покупает Double Serum. Я, на самом деле, видела очень давно этот продукт, но никогда его не покупала, никогда не была с ним знакома, и тут попробовала и поняла, почему вы так все любят. Во-первых, это средство идеально сочетается с тональными любыми основами. То есть, например, у вас есть тон, который для вас тяжеловат, вы бы хотели его использовать в период, когда кожа становится более сухой, добавляем каплю, и все. Тон просто другой, как будто бы его подменили. Но, конечно же, в первую очередь это полноценное уходовое средство, которое делает абсолютно все. Улучшает цвет лица, разглаживает кожу, уменьшает морщины, наполняет влагой. Все, что вы хотите, в принципе, эта сыворотка делает. Но, лично я использую ее только вечером, перед сном, с утра, именно когда я использую это как уход, и наношу себе две полноценных капли, распределяю на лицо, то он иногда не держится. Но при этом, при всем, что удивительно, когда вы добавляете одну каплю в тон, все окей. Не знаю почему, поэтому я рекомендую использовать, если у вас комби кожа немножко склонная к жирности, это на вечер. Безумно приятно. Маслянистая основа, которая не перегружает, не закупоривает поры, не бойтесь этого. И, кстати, почему-то, когда многие видят у меня в руках это средство, например, на каких-нибудь бьюти днях, где я работаю, я использую это в качестве ухода перед макияжем. Многие спрашивают, что это что, капли с эффектом загара? Но нет, девочки, это сыворотка, которая, кстати, да, похожа по дизайну на капли с эффектом загара от Clorans, но все-таки это другое средство, и тут эффекта именно загара в ней нет. И еще одно, но последнее уходовое средство. Осень для меня стало открытие вот такое вот средство от бренда Sensai, называется она Total Lip Treatment. Я с ним, в принципе, знакома заочно давно, но не приобретала его. Думала, блин, а вдруг не будет работать, а вдруг не будет увлажнять. В общем, долго мялась, в конце концов, она у меня появилась. Я безумно рада. У меня зимой сейчас еще с брекетами губы сохнут как-то сильнее намного, и на ночь я его наношу прям маской на губы, на кожу вокруг губ, просыпаюсь, и губы выглядят прекрасно. Но также его можно, конечно, использовать и в дневном уходе, но имейте в виду, что если вы нанесете его вокруг губ, вот тональное средство будет просто разъедаться. Поэтому оно все-таки больше для вечера, здесь идет дозатор, средство нужно совсем немножко, 15 мл объем, и мне кажется, что его хватит не на год, потому что расход минимальный, упаковка большая, огонь. Далее давайте поговорим о продуктах для лица с декоративной косметикой. Начнем с того, что мы наносим под тон. Здесь у меня будет два средства, похожие, но при этом цветноразные. Первое, это Rouge Bunny Rouge, вот такой вот бронзирующий продукт, который идет с легким тонированием, с подсвечиванием, но при этом это не тон, это не бронзатор самостоятельно, это что-то, знаете, между. Можно использовать на лицо, можно использовать на тело, можно использовать на ноги, в общем, абсолютно как хотите. Круто дружит с любыми тональными средствами, не разъедает. Если вы наносите его сверху на тон, тоже выглядит прекрасно. Я использую его для кремовой коррекции под тональное средство, на выступающие объемные участки лица, для того, чтобы подсветить, сделать их более, знаете, акцентными, придать свежести, невероятно красивое свечение. Мне очень нравится. Из подобного я еще приобрела вот такую вот Бэку, называется, это, кстати, их знаменитый хайлайтер, но я приобрела в оттенке Rose Gold, потому что этот оттенок мне напоминает какой-то, знаете, такой универсальный оттенок румян. Я думала, что я это буду использовать на тон в качестве румян, но, к сожалению, на тон это не ложится. С тоном это не дружит, и тон это разъедает, поэтому это идеально наносить под тон, либо, если вы не краситесь тональным средством, просто нанесите на щечки, немножко на носик, немножко на выступающую часть лба, и эффект свежести вам обеспечен. Именно так я ему пользуюсь, либо наношу его сверху, тональное средство, легкое, полупрозрачное, чтобы все-таки эффект от него был виден. Но оттенок, правда, крутой, он не розовый, он не золотой, что-то среднее, но, вы знаете, такое то, что подойдет абсолютно всем. Далее это будут тональные средства, и за осень мне накопилось, Саша, целых два фаворита. Первый это будет вот такой Бобби Браун. В последнее время вы слышите о нем много от меня, и это правда вау. Если вы хотите эффект свежести, полупрозрачного тона, вообще такого, знаете, супер незаметного и ухаживающего, то вот это, наверное, точно вам понравится для нормальной и для обладательниц комби склонной к сухости, не для жирной кожи. Ну а теперь более универсальное средство, которое тоже на моем канале вы уже видели, это Everlasting от Clorans. Их последний тон, который они выпустили, просто вау. Абсолютно всем, вот всем, кому я его наношу, мне очень нравится. Он и на жирной коже, и на сухой, и на возрастной, и на нормальной. Покрытие наслаиваемое, то есть можно сделать легкое, добиться более плотного среднего. Наношу его как спонжем, так и кисточку, прекрасно ложится абсолютно всем. Кстати, что касается вот этого, то она тоже абсолютно прекрасно ложится при помощи кисточки, при помощи спонжика. А если вы хотите что-то такое, знаете, защищающее себя на зиму, то вот попробуйте Everlasting, мне прям очень зашел. И, кстати, он безумно круто работает с их сывороткой Double Serum. Окей, далее. Далее у нас будут палетки. Ну, вообще, в принципе, осень — это время лимиток, это время того, что выходит огромное количество новых продуктов. Я, конечно же, не удержалась. Также решила приобрести и порадовать себя лимитками. Вот эта вот палетка от бренда Charlotte Tilbury, которая называется Instant Look in Palette, просто вау, в новых оттенках она в этом году, таких винно-коричнево-люловых немножко, очень освежает, очень красивая, очень универсальная, подойдет абсолютно под любой цвет глаз. Текстуры для лица просто восхитительные, все между собой идеально тушуется. Мне нравится, что здесь, когда вы берете такую палетку, нет никаких правил. Вы можете хайлайтер нанести в качестве теней, бронзер в качестве теней и наоборот. Все будет очень красиво смотреться. То же самое, простите, протру. Касается палетки Hourglass. Единственный минус — это ее упаковка, потому что просто заделай все, сразу же все видно. Лимитка, которая называется Ghost. Здесь у нас шесть невероятнейших продуктов сухих текстур, Hourglass славится, да, ими пудрами, ими, их сухими текстурами, они правда просто лучшие в этой области. Что-то с речью немножко случилось, но ладно. Бронзер. Пудра, которая подходит всем. Пудра высветляющая. Хайлайтер. Розовый румянец. Теплый румянец. Это так красиво. Это так, естественно, это так незаметно. Это так в моем стиле, господи. Вот если бы я производила какую-нибудь косметику, я бы старалась сделать что-то похожее, правда. Ну, в общем, ладно. Мысли, пища, да, для размышления. Но это определенно фаворит. Очень много, кстати, визажистов, которые мне писали, когда я выкладывала работу с этой палеткой, что у тебя там за румяна, что у тебя там за бронзер на девушке. Вот, поэтому имейте в виду. Далее будет хайлайтер, который, знаете, тоже вот так вот не хайлайтер, а что-то такое среднее. От Бобби Браун. Называется это Shimmer Brick Compact Pink Quartz. Вот такой вот оттенок. Я вообще раньше всегда боялась этих пудр от Бобби. Я смотрела и думала, господи, это так сияет, еще и таким цветом. Нет, не буду брать. Но я ошибалась. Это очень красиво. Это, знаете, это очень спокойный хайлайтер. Это очень освежающий хайлайтер. Это очень крутые тени, помимо всего этого. Поэтому, если вы хотите, опять же, что-то универсальное, то вот эти брики шиммерные у Бобби очень крутые. Далее. Немножко не моя история, но при этом при всем я не могу спорить с тем, что это является теперь моим фаворитом не для себя, а именно для работы. Для себя я редко использую. Яркий хайлайтер, но для работы это бывает необходимо. И очень редко я нахожу красивый хайлайтер. Яркий, но красивый, чтобы это было как-то дорого. И вот у бренда Jadet мне безумно понравилась их компактная вот эта вот сияющая пудра. Просто текстура, как масло, вы понимаете? Он так красиво светится. У него такой сводч просто невероятный. Я набрала совсем немножко, а вот просто из космоса, мне кажется, мне можно отражать. Если вы спросите про оттенок, то это 122 Gold Pearl. В общем, бомба, бомба, бомба. Если вы визажист, либо вы любительница ярких хайлайтеров, а если вы предвкушаетесь в декабре и понимаете, что в декабре без этого не обойтись, то вот. Классно. Кстати, дальше палетка теней также от бренда Jadet, потому что здесь сочетание текстур и оттенков как-то так идеально совпало. Палетка под номером 24 называется Beige Glam, и это реально Glam, Glamorous, я бы сказала так. Так, три красивых шиммера, такой, знаете, вот вроде холодные оттенки, но вроде такие универсальные. Шиммер очень мелкодисперсный. Я бы даже сказала, что можно использовать как спаркл, абсолютно спокойно, но обязательно на кремовую текстуру. То есть сначала наносить что-то кремовое, и потом сверху можно пальчиком, можно кисточкой наносить эти тени. А вот этот, кстати, я тоже люблю использовать как хайлайтер, либо в уголок глаза, поэтому если вы в поисках хорошей четверочки на Новый год, который, опять же, можно, кстати, подарить и будет очень универсальным, можно использовать, в принципе, на каждый день, потому что, ну, когда, если не в декабре, мы можем позволить себе сиять. Имейте в виду. Ну, а дальше давайте продолжим говорить про фавориты косметики. И сейчас я покажу вам то, что очень круто добавляет свежести. Это Watercolor от бренда Daniel Sandler. Watercolor, то есть краска на водной основе, да? Оттенок, я не знаю, что это за оттенок, в общем, персиковый. Он там, по-моему, один. Есть персиковый, есть розовый, оттенок, румянец. Так вот, персиковый просто очень красиво смотрится. Он так освежает. А еще мы с моими учениками попробовали нанести его на губы пальчиком. Вау, попробуйте. Я видела их на Asos. По-моему, они даже в черную пятницу были на распродаже, поэтому в России они нигде не продаются, но есть на разных интернет-магазинах. Look Fantastic, Asos, что-то такое, поэтому посмотрите и попробуйте, а потом обязательно напишите мне, как вам. Далее еще два продукта от Baby Brown, и первый будет карандаш, который сегодня на губах. Называется оттенок Pale Mouth, но сейчас он на мне немножко видоизменен, потому что у меня была помада тинтующая. Я ее стерла, тинт слегка остался, я перекрыла этим карандашом, но смысл этого карандаша в том, что он имитирует ваш цвет губ. Вот, то есть, мы привыкли к контурным карандашам, которые идут холодные, серые, коричневые, и как-то я от этого устала. Как-то вот эта вот серость, она, ну, хочется чего-то более натурального и свежего, а вот эта серость, она очень заметна. Так вот, Pale Mouth идеальный, он не серый, он не розовый, но он не бежевый, он что-то среднее и безумно красивое. Можно наносить только на контур, можно наносить на все губы. Карандаши Бобби очень мягкие, поэтому они отлично подходят для того, чтобы носить их в качестве помады. И карандаш для бровей в оттенке эспрессо. Я не понимаю, как я раньше проходила мимо них. Для меня вообще вот эта вот форма автоматического карандаша для бровей была просто непонятна. Я считала, что, ой, это будет неудобно, это ерунда, но это так удобно. И теперь брови рисовать у меня занимает секунд 32. Вот две брови 30 секунд, вот так вот. Раньше у меня 30 секунд уходило только на то, чтобы хвостик в одной брови нависовать и растушевать. Поэтому оттенок эспрессо, конечно, больше подходит мне. Он для таких вот темненьких. А если вы более светленько смотрите оттенок тауп, либо блонд, на самом деле у них там много разных оттенков, поэтому лучше прийти в магазин, нанести, попробовать, а потом уже брать. Фух! Ну что ж, вот такие фавориты у меня появились за осень 2015 года. Мне кажется, их не сильно много, но и не мало. И прям вот за каждого готова взяться, обнять и сказать, что да, ты теперь мой любимчик. Поэтому я надеюсь, что это видео вам понравилось. Если так, то обязательно поддержите меня лайками, будет безумно приятно. Пишите в комментариях, какие у вас случились фавориты за эту осень. О них должны узнать все. Поэтому встречаемся в комментариях. А я вам всем желаю отличного настроения. Увидимся с вами в следующих видео. До новых встреч и пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok